Не замечая валяющегося человека на улице или делая вид, это уже барьер, это уже негативные отношения. Не замечая, когда человек валяется на улице зимой и может погибнуть, это страшное самое, что может быть. Я так думаю. Это говорит о нашем совершенном равнодушии, просто об отсутствии человечности. А вот как научить человека быть человеком, я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. Это либо ответственность такая очень индивидуальная каждого человека за это. И надо вообще, конечно, каждому из нас начинать думать о том, что мы перестаем быть людьми. Еще один момент есть такое, что сейчас все очень много помогают разным животным. Это хорошо, есть общество, защита животных, есть те, кто против этого. И я сама лично наблюдала много раз, когда какая-нибудь пожилая женщина кормит котов, кошечек. Это очень классно. Но почему-то, когда речь идет о накорме человека, который некрасиво одетый, от него плохо пахнет, это уже в большинстве случаев считается неприемлемым. А почему? Потому что мы думаем, что это его индивидуальная ответственность. Он сам за себя в ответе, он взрослый человек, у него есть руки и ноги, он может пойти работать. А вот мы никогда не будем думать о тех причинах, как он оказался в этой ситуации, и сколько сложностей он должен пройти, чтобы себя накормить. Что его, в принципе, не возьмут никуда на работу, даже если он хочет. Может, у него не действует рука или нога, или еще просто у него какие-то ментальные проблемы, он не способен. Ну, не способен работать. И никто об этом не хочет думать. И это такое очень страшное обесчеловечивание. Тогда зачем инвалидам помогать? Они же никогда там руки и ноги не отрастут. Зачем им там десятками лет их поддерживать? Тогда можно так про все сказать. То есть это просто уже другой уровень понимания должен быть у людей, что если есть люди, которым нужна помощь, она должна быть. И она должна быть на хорошем уровне. У нас в нашей стране в целом нет такой, ну, если это можно назвать привычкой, помогать другому человеку. То есть это, я не знаю, это либо в нашей культуре это отсутствует, либо менталитет, либо может быть жизнь сложная у людей. И они думают, что сначала я помогу себе, а о других мы как бы не принято думать. Это долгий-долгий путь, чтобы наше общество переменило вообще свое отношение к другим людям, не таким, как они. И это мы сталкиваемся с этим, вот мне кажется, каждый день, когда человек не такой, как все, он как бы получается, либо его не замечает, либо его исключает. Но это, наверное, из одной темы. То есть это негативное отношение к другому человеку. Не только к бездомному, а вообще. Бездомность – это отсутствие дома, прежде всего, для меня. Это внутренняя тоже беспомощность человека, который попал в ситуацию бездомности. И иногда кажется, что это такой тупик. В основном это мужчины, которые попали на улицу благодаря каким-то жизненным проблемам, и многие из них сидели в тюрьме, почти 90%. Есть женщины, причины попадания женщины – это все-таки, наверное, одиночество, в меньшей степени алкоголизм и какие-то социальные проблемы, которые с жильем получились, черные риэлторы или погорели, или еще что-то. И возраст женщин, он варьируется от 30 до 60 и чуть выше. Средний возраст мужчин, ну, бывают, конечно, случаи, когда и более молодые, но средний возраст – это от 40 до 60 лет. 35, я бы сказала, сейчас. То есть немножко помолодели они у нас бездомные. Был закон 91-го года, и очень много людей попали в ситуацию бездомности благодаря тому, что они находились на территории Российской Федерации в этот момент и не смогли подтвердить свое гражданство. Много трудовых мигрантов тоже, то есть даже если не брать большие города, брать маленькие города, все равно это города, куда люди стекаются из совершенно деревень и колхозов, где нет работы. То есть с целью найти работу. На черном рынке очень была такая в 90-х годах происходили моменты с тем, что люди теряли благодаря этому жилье, вот этим махинациям, так скажем, нехороших людей. И эти люди до сих пор остались, мне кажется, на улице. Многие из них так и не смогли решить свою проблему. Алкоголизм, семейные проблемы – это тоже очень большой процент, когда люди разводятся, у них там какие-то... Или там потеря близких людей также может стать толчком для того, чтобы человек начал свой такой путь с потерей жилья и так далее. Ведь по моему опыту многие из них имеют близких родственников, но тем не менее получается, что либо они не могут договориться, либо нет какой-то мотивации, чтобы жить вместе с ними. И они предпочитают даже вот такой сложный путь на улице. То есть очень много разных групп, но мы вот так выделяем несколько таких основных. Ну, люди с ментальными проблемами тоже они, как правило, есть. И в меньшей степени люди, которые вышли из детских домов. Ну, они встречаются меньше всего. Кто такие бездомные, для меня это была вообще тема изначально непонятная и неизведанная. Сейчас я понимаю, что я такая же, как они. Это прежде всего. И мы обладаем равными правами человеческими. И, может быть, у меня есть немножко больше сил, чем у них, чтобы я смогла чем-то помочь исправить их ситуацию. И я надеюсь, что это так. В 90-е годы их было очень много везде. Отношение было такое негативное, может быть, скорее всего, в детстве. Был также опыт во время моей юридической деятельности. К сожалению, он тоже негативный. Но он все-таки был, что бездомных использовали для того, чтобы на них зарегистрировать фирмы левые. И я этим тоже занималась по директиве начальства, так сказать. Я не понимала, для чего это нужно. То есть общий контекст понятен, что фирма на человека, который никто потом не найдет и не знает, где он. Но это было. Так что мой опыт первой работы с бездомностью был, можно сказать, такой с негативной стороны и направлен, наверное, против этих людей. Но я же неосознанно это делала. То есть реально я не осознавала, что я делала плохие вещи. Мне это просто не нравилось, но с точки зрения закона. Потому что же юрист должен отстаивать законность. А получалось, немножко я отстаиваю интересы каких-то определенных людей. И это очень меня напрягало вообще работая юристом. Поэтому, когда сферу я поменяла, мне стало гораздо легче самой ощущать эту жизнь. Я думаю, что это духовная потребность, как я это для себя определяю. Потребность социального такого служения другим людям. А бездомные люди, они наименее защищенные группы. Поэтому, мне кажется, если ты испытываешь такую потребность, то в первую очередь, наверное, ты обратишь внимание на этих людей. Человек же не только состоит из базовых потребностей есть, пить и так далее. Он себя должен еще чем-то наполнять. А работая с такими людьми, я думаю, что мы все наполняемся тоже от них. Я не хочу говорить громкие слова, что мы там делаем добро и так далее. Я думаю, в первую очередь, каждый из нас делает для себя что-то. Мы учимся смотреть на другого человека. И я думаю, изначальная мотивация, когда ты приходишь на работу, может быть совершенно другой, когда ты проработаешь бездомными людьми, она совершенно поменяется в процессе.